Сочи будут активно развивать Лазаревское взморье. Об этом стало известно на архитектурно-городостроительной конференции и архитектурный мост Крым-Кавказ. Так называемый музей белорусов в Сочи может пойти под снос. Проверка показала, что здание построено на муниципальной земле без разрешения. В Сочи осудили гражданина Абхазии. Семь лет он находился в международном розыске за незаконное пересечение границы. В Сочи определяется состав сборной России по вольной борьбе. Спортсменов, которые отправятся на чемпионат мира, отберут по результатам финальных поединков. Настал час контроля для краевых и муниципальных чиновников. Вениамин Кондратьев проверил, как исполняются его поручения. На это совещание губернатор собрал всех своих заместителей, глав районов, руководителей министерств и департаментов. С подробностями наши краснодарские коллеги. Темы этого заседания заранее знают только специалисты контрольного управления. Для всех остальных до последнего карты не раскрывают. Кому на этот раз придется ответить за невыполненный в срок поручения, озвучивает руководитель ведомства Максим Туровец. Список двоечников и на столе у главы региона. В нем муниципалитеты, которые не успели или не захотели воспользоваться помощью края. Местные власти не провели вовремя конкурсные процедуры или торги, соответственно, не подписали контракты на необходимые в муниципалитете работы. Поэтому выделенные деньги им пришлось вернуть в краевой бюджет. Неосвоенные средства – это километры неотремонтированных дорог, неблагоустроенные улицы. Денег в бюджете, понятно, в любом бюджете, да и в федеральном не так много. Но если деньги выделяются, как можно их вернуть в бюджет? Вы хоть на кого ссылайтесь, на антимонопольную службу, на что-то еще, ничего не принимается. Деньги выделены. Кому-то мы не дали, вам дали. Я тут одно не могу понять. Или уже отвыкли, потому что денег не было, качественно готовить документы на торги. Или другие. Есть задачи. У отдельных чиновников муниципального уровня. Министру финансов, когда говорю, там, где явно есть система, уже когда район возвращает деньги, просто его не додавать, да и все. Ни на какие вещи. А жителям района я сам объясню, почему это происходит. Ничуть не меньше вопросов финансовых Вениамина Кондратьева интересует, когда решаться проблему с утилизацией мусора в отдельных районах. В одной из рабочих поездок губернатора в Уст-Лобинск жители попросили помочь с рекультивацией свалки в хуторе Двубратский. Огромная территория с твердыми отходами горит довольно часто, погружая практически весь населенный пункт в облакогаре. Вы сделаете так, чтобы свалка хотя бы напоминала по отдельным каким-то очертаниям полигон и самое главное, хотя бы не горела. Но если, конечно, она горит, то вы это все же люди дышат из поселка. Но это же на самом деле вы сами поставьте себя на их место и поймете. Максим Иванович, что у нас там по срокам по этому поручению? По этому поручению был срок один месяц. Он уже давным-давно вышел, мы постоянно выезжаем туда. Андрей Иванович, если здесь было поручение, поднимите стенограмму, тогда докажите тех виновных, а если они уже виновны, то ничего здесь не предпринял. И кому было поручение? Я уверен, они до сих пор еще работают. Коллеги, ну такая работа не нужна. Вы мне хоть сто раз объясняете, что это нужные люди, незаменимые, ненужные это люди. И заменимые. Надо с ними расставаться, быстрее новых найдем. Молодых, может быть, необстрелянных, но лучше мы будем год находиться в состоянии обучения, чем пять лет саботажа. Это не я прошу, это люди просят. Люди. Каждое поручение – это по большей части просьбы самих кубанцев, напоминает Вениамин Кондратьев. И в интересах жителей нужно решить судьбу большого участка рядом с парком «Солнечный остров». После многочисленных споров, быть там гольф-клубу или нет, зеленую зону удалось отстоять. Участок почти в 200 гектаров глава региона предлагает объединить вместе с существующим парком. Но самое главное – без права строительства там капитальных зданий. Первое, что необходимо сделать, это «Солнечный остров» должен быть парком. Сергей Владимирович. В настоящий момент по генплану, по проекту города Кондратьев это будет полностью зеленая зона. Кроме того, городом Кондратьев предусмотрено распространение различных насаждений, посадка. Еще раз, объедините его существующим парком «Соркалетия Победы». Пусть будет таким городским лесом отчасти. А потом уже думайте, как его благоустраивать, как его озеленять, как его сделать комфортным для горожан. Для горожан в первую очередь должна появиться одна общая, особо охраняемая природная территория. А дальнейшее уже его освоение, и что мы планируем там делать, это вместе с жителями Краснодара. Нужен ли им благоустроенная эта часть, или может быть они хотят побыть благоустроенной, но такой естественной природе, которая и была. Это уже как решат жители. При выполнении поручений не может быть сухого формализма, требует глава региона. И уж тем более, их нельзя просто так снять с контроля или забыть с течением времени. Ведь от каждого зависит комфорт жителей края. Мария Крошный, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Не только шутили, но и обсуждали серьезные вопросы. Губернатор Вениамин Кондратьев встретился сегодня с участниками краевых команд КВН. Краевое движение веселых и находчивых набирает обороты. Только за этот год пять команд вышли на федеральный уровень. Две играют в высшей лиге и три в премьер. А еще была создана школьная сборная. Глава региона отметил, что это хорошие результаты, но есть еще к чему стремиться. Региону и дальше необходимо создавать такие площадки для творческого развития молодежи. Молодежь, которая задействована в КВН, талантливая молодежь, конечно, неординарная молодежь. Такие яркие личности, безусловно. И вот на Кубани очень много таких ярких молодых мальчишек и девчонок. Это такие алмазы. Все вместе должны мы постараться, чтобы сделать из них бриллианты. А, конечно, для этого нужно, чтобы они огранились. Тогда они засверкают. И притом не только в КВН они засверкают. Они могут засверкать и в общественной жизни, и в политической жизни, и в нашей экономике, нашего региона. Это же нестандартное мышление. Умение принимать решения, очень быстро реагировать на ситуацию. Только за такими ребятами будущее. Вениамин Кондратьев также поздравил команду «Русская дорога» с победой в Международном музыкальном фестивале «Голосящий Кивин», отметив, что это второй по значимости приз. И это серьезное достижение для команды. А в Сочи сегодня состоялась архитектурно-градостроительная конференция «Архитектурный мост Крым-Кавказ. Стратегическое планирование и проектирование курортных объектов». Она проводится в нашем городе в шестой раз. И главная цель мероприятия – профессиональное обсуждение новых архитектурных проектов, расскажет Елена Сецина. В Сочи представляет профессиональному сообществу архитекторов России пилотный проект градостроительной концепции развития рекреационных территорий курорта. Речь идет о Лазаревском взморье. Будет очень большое развитие парковых зон, будет развитие пойменной части реки Шахе, развитие набережной, улучшение пляжей. Поэтому я думаю, что много интересных решений мы услышим и в этой презентации. Глава города, приветствуя профессионалов в сфере архитектуры, отметил, туристов в Сочи с каждым годом становится только больше. И уж тем более, если гостям курорта так полюбилось Лазаревское побережье, почему бы не начать его рекреационное развитие. Волконка, солоняки, головинка. И эти пляжные территории, шикарные, повторю еще раз, пляжные территории, потому что они широкие, красивые, чистое море. Они бы могли стать новыми точками роста, инвестиционными проектами. То есть там надо, чтобы эти пляжи были заполнены, там надо строить гостиницы. Все, кто приезжает в Сочи, отмечают его грандиозные изменения, произошедшие за последние 5-6 лет. И прежде всего это приведение города к единому архитектурному облику. Среда, конечно, изменилась в несколько раз. Совершенно другое ощущение от города. В городе появилась своя новая самобытность и самое главное достоинство. У города появилась столичность. Архитекторы готовы делиться новыми идеями. При этом в приоритете сохранение природной среды, а также курортной индивидуальности. Очень важна красота визуального облика города, тем более такого сложного города, как Сочи, сложного по градостроительной специфике и сложного с точки зрения функции, которую сегодня Сочи выполняет. Это и курортный город, и город – основное презентабельное лицо нашей страны. Поэтому все аспекты визуального восприятия города очень остро стоят для Сочи. Комфортное, качественное и системное развитие может дать совершенно необыкновенные результаты. По окончанию конференции участников пригласили побывать на разных площадках Сочи, где масштабно используется олимпийское наследие, и детально оценить развивающийся Сочи, чтобы на примере нашего города включиться в развитие других курортных мест страны. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Очередной объект незаконного строительства взят на контроль мэрии Сочи. В рамках мониторинга на улице Садовой, 73, сотрудниками администрации Адлерского района выявлен объект с признаками самовольной постройки. Несмотря на обращение с исковым заявлением в суд о сносе всего объекта и принятые судом ограничительные меры, недобросовестный застройщик продолжает незаконное строительство. В связи с чем проводится постоянный мониторинг объекта. Накануне сотрудниками администрации совместно со службой судебных приставов было вывезено 8 рабочих, легальность нахождения которых на территории России проверят правоохранительные органы. По признакам, которые мы видим, скорее всего, будет многоквартирный дом, потому что пятно застройки превышает необходимые для ИЖС размеры. Объект обладает всеми признаками самовольной постройки. Он строится без разрешения. В нарушении всех правил землиной постройки города Сочи практически занимает собой весь участок. В дальнейшем администрация города намеренно мониторит этот объект и не допустит самовольное строительство и будет добиваться его сноса по суду. Так называемый музей белорусов в Сочи может пойти под снос. Соответствующий иск с требованием освободить земельный участок от незаконной постройки власти Сочи уже направили в Хостинский районный суд. Все дело в том, что проверка показала, что здание на муниципальной земле построено без разрешения. Все подробности в нашем следующем сюжете. За этим высоким забором, судя по указателю, музей белорусов. Вот только встречают гостей не хранители экспонатов, а собачий лай. Музей находится в Хостине на улице Следопытов. На участке больше чем в 3000 квадратных метров большой двухэтажный дом с мансардой, беседками и колодцем. Разобраться с назначением объекта в администрацию обратились местные жители. По заявлениям сочинцев, им мешают ночные вечеринки с шашлыком и громкой музыкой на этом объекте. После проверки был подан иск в Хостинский районный суд об освобождении данных объектов с муниципального земельного участка. Эти объекты должны быть снесены, так как разрешение на эти объекты администрация города Сочи не выдавала. Более того, оказалось, что так называемый музей белорусов не входит в реестр музеев города Сочи. Ведь прежде чем назвать коллекцию предметов музеем, согласно закону, нужно проделать большую работу и зарегистрировать экспонаты в Министерстве культуры. Есть немало частных коллекций. Много в этих коллекциях предметов, которые могут называться предметами музейного значения. Однако не всякая коллекция может называться вот таким громким словом музей. Большинство людей вот так вот легко называют свои коллекции, свои выставки словом музей. На самом деле, таким образом, они косвенно хотя бы нарушают закон, потому что не соответствует вот это слово содержанию этого музея. Информации о том, как посетить музей белорусов, в интернете найти не удалось. В билетных кассах или экскурсионных компаниях о нем ничего не знают. Так что уловка собственника выдать незаконное строение за музей теперь будет предметом судебных разбирательств. Слушания назначены на 19 сентября. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Адлерский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Абхазии, который 7 лет находился в международном розыске за незаконное пересечение российско-абхазской границы. В 2010 году уроженец сопредельной республики пытался пересечь границу по чужому паспорту. Тогда 23-летнего молодого человека задержали, возбудили уголовное дело. В рамках следствия подозреваемый был отпущен под поручительство. Молодой человек расценил это как возможность скрыться от уголовной ответственности и сразу же вернулся на родину. Спустя 7 лет мужчина снова решил поехать в Россию. Однако, предполагая, что в его отношении все еще может вестись уголовное преследование, он оформил национальный паспорт на новое имя и фамилию. Но и два мужчина прошел пограничный контроль, как был задержан сотрудниками Краевого пограничного управления ФСБ России. За незаконное пересечение госграницы суд привлек гражданина Абхазии к уголовной ответственности и назначил крупный штраф. В Дагомыси Ауди после ДТП загорелась прямо на эвакуаторе. Иномарку пришлось в экстренном порядке спускать на землю. Видео с места о событии очевидцы выложили в социальных сетях. По сообщению агентства «Новая Кубань», автомобиль Ауди Ц5 попал в ДТП. После аварии иномарка была не на ходу, поэтому пришлось вызвать эвакуатор. ЧП случилось уже после погрузки. Задымление началось под капотом автомобиля. Работники службы эвакуации приняли экстренное решение и буквально сбросили машину на землю. В этот момент она загорелась. Если бы авто вовремя не спустили с платформы спецтранспорта, огонь мог бы распространиться и на эвакуатор. Точные причины инцидента пока неизвестны. Предполагают, что авария привела к поломке в моторном отсеке, где могло произойти короткое замыкание. Краснодарское отделение Русского географического общества и Кавказский государственный природный биосферный заповедник заключили соглашение о сотрудничестве и совместной научной деятельности. Сотрудничество будет идти сразу по нескольким направлениям в области научной, образовательно-просветительской и природоохранной деятельности. Цель изучения и сохранения уникальных ландшафтов заповедника, в том числе Лаганакского Нагорья. Изучение и сохранение биоразнообразия Северо-Западного Кавказа. Кроме того, в планах совместная издательская и эколого-просветительская деятельность, в том числе проведение различных экспедиций и планового учета животных. Запланированы совместные природоохранные проекты с привлечением волонтеров и содействием развитию экотуризма. Обращение сочинцев о главное выполнение просьб и пожеланий жителей сегодня на контроле городских властей. Реализацию программы «Малых дел» активно ведут все районы курорта. Это больше 200 обращений в работе у администрации Адлерского района. Что сделано и какие планы предстоит реализовать в самой южной части курорта в материале Ринаты Шипулиной. Фонтан у Дома культур в совхозе России был построен еще до Олимпиады, но из-за несовершенства системы водоподачи проработал недолго. И большую часть времени чаша пустовала. На встречу с главой города жители обратились с просьбой восстановить фонтан. В рамках «Малых добрых дел» была произведена пусконаладочная система фонтана. Привлекли предпринимателей, спасибо им большое. На сегодняшний день фонтан работает, жители очень радуются. Украшает наш район, совхоз Россия. Не только аллея фонтана, но и сквер у Дома культуры стал одним из востребованных мест отдыха горожан и гостей курорта. Особенно в вечернее время. Хорошо, нам очень нравится. Особенно вечером, когда он светится розовым, голубым, зеленым. Вообще красота. Ну и днем тоже приятно охладиться. На создание территории комфортного отдыха и теневой зоны направлена и программа по озеленению Меретинской долины, причем в основном крупномерными растениями. На набережной уже высажены 45 сосен, оливы и порядка 150 кустарников олеандра. И работы продолжаются. В районе этой площадки сегодня планируем высадить 32 оливы, около 65 олеандров, пальмы, бутей около 20 штук. Все выращено, либо дорощено по контейнерной технологии на территории города Сочи. И, соответственно, наиболее подготовлено к переносу посадки в такое время. Обязательно здесь и оборудование системы полива газонов. Такая в Адлерском районе уже установлена в трех местах. На бульваре Надежд, на Эмеретинской набережной и еще одну систему полива установят на прогулочной полосе в районе стадиона Фишт. Пока ее нет, растения будут поливать вручную с помощью шланга. Это вещество называется гидрогель для удержания влаги в корневой системе. То есть при помощи этой гидрогели растение хорошо приживается. Помимо работы над созданием зон отдыха в проекте и программа по обустройству спортивных площадок для воркаута. Сейчас на участках идут земельные работы. Вскоре 34 объекта для занятия спортом будут оборудованы для горожан. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Спасатели МЧС провели занятия в детском санатории «Симашка». На берегу моря они показали детям, как помочь тонущему человеку. Затем лабрадор Ася продемонстрировала свою исполнительность. Послушно выполняла команда кинолога. После спасателей показали детям аварийно-спасательный автомобиль и основное его оборудование. Осветительный комплекс, гидравлический инструмент, защитные средства и многое другое. Такие выезды спасатели проводят каждый год во время летних каникул. Восьмая летняя спартакиада работников Югспорта завершилась в ежегодном традиционном событии. Приняло участие более 200 сотрудников, которые представляли спортивные объекты Сочи и Кисловодска, где находится филиал Южного федерального центра спортивной подготовки. За лидерство коллеги боролись в девяти видах. Победу по итогам суперфинала отпраздновала сборная Кисловодска. Слово Инги Габешия. На протяжении полутора месяцев сотрудники федеральной спортивной базы соревновались в парусных гонках, морской рыбалке, мини-футболе, волейболе и стритболе, легкоатлетических эстафетах. В результате упорной борьбы победителем суперкубка спартакиады стала сборная Кисловодска. В любом случае, отмечает руководство предприятия, цель достигнута. Большой коллектив стал большой командой. Накануне работники спортивной базы Югспорт от специалистов хозяйственных служб до управленцев определяли лидера среди сочинских команд. По балете и поддержать участников летней спартакиады на стадион пришли многочисленные гости. Среди них спортсмены и тренеры национальных команд, которые в эти дни находятся на сборах в Югспорте. Чем больше наших сограждан будет заниматься спортом, тем для нашей страны будет лучше, потому что будет здоровая нация. Нам очень приятно, что сегодня есть такой массовый подход к спорту, очень правильно ведет политику руководства Югспорта. Завершилась спартакиада соревнованиями шести сочинских команд в чирлидинге и перетягивании каната. В настрое и поддержке болельщики не уступали зрителям на трибунах крупных международных соревнований. Югспорт не просто участвует в организации проведения спортивных сборов и турниров, но и ведет тот же стиль жизни, что и сама Олимпийская столица. И это лучшая пропаганда спорта, отмечает руководство города. Для нас это очень важно, что показывают Югспорт со своем примере, что нужно развивать массовый спорт, что нужно все предприятия города привлекать. Мы благодарим вообще Югспорт за большую проделанную работу, за оказанную поддержку в развитии массового детского спорта. Оценивали команды, в том числе и олимпийские чемпионы. В итоге Кубок бронзовых призеров завоевала команда Югспорта «Адреналин». Заслуженные медали и вторая ступень пьедестала у комплекса трамплинов «Русские горки». Победителем восьмой летней спартакиады Югспорта среди сочинских команд стала сборная ледового дворца спорта «Айсберг». Я думаю, что мы в последующем будем привлекать и детей, и наших работников, для того, чтобы проводить малую спартакиаду. Здорово, конечно, и весь коллектив, несмотря на то, что Ставрополь, Горный кластер, Эмеретинская долина, здесь центральное подозрение, все объединены одной задачей – успешно работать, успешно тренироваться и, конечно, еще раз создавать все условия для наших национальных сборных команд. И мы всех, жителей города, призываем заниматься физической культурой и спортом, вместе с нами идти вперед. Проигравших нас в спартакиаде не было. Победил спорт и здоровый образ жизни. Что же касается суперкубка, то сборная Сочи уже задумывается о реванше в 2018 году. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи определится состав сборной России по вольной борьбе. Спортсменов, которые в конце августа отправятся на чемпионат мира в Париж, отберут по результатам финальных поединков. Они прошли сегодня в Федеральном центре единоборств. Сюжет Татьяны Говорковой. Сбор в Сочи для вольников третий по счету. Сначала подготовку национальная команда проводила в Высокогорье в Кабардино-Балкарии. Затем в Кисловодске. Сочи стал финальным местом для подготовки к предстоящему чемпионату мира. Здесь тренерский штаб окончательно утвердит состав мужской сборной России. У нас конкуренция очень большая. Потому что, если вы помните, с прошлого года на олимпийских играх, команда, которая выступала на олимпийских играх, практически один спортсмен попал в Садулаев, олимпийский чемпион остальные. Ребята в отбор чемпионату мира в Париж не попали. Четыре схватки утром, вечером финальный поединок. За борьбой выдающихся спортсменов сегодня наблюдали воспитанники 10-й спортшколы. В первую очередь, я думаю, это даст мотивацию. Во-вторых, они днем и ночью в интернете смотрят на них. И сейчас, когда они на живую их взглянут, я не представляю на следующей тренировке, какие эмоции будут и какие приемы у них появятся. Я не знаю, словами не передать для них это что. Одним словом, большой праздник. Из 100 спортсменов в состав сборной войдут 8 борцов. Капитан команды и победитель Олимпиады Абдул Рашид Садулаев на чемпионат мира поедет в новой весовой категории 97 килограммов. А его основным соперником станет чемпион Олимпийских игр и мира американец Кайл Снайдер. Мне самому интересно посмотреть, как я буду выступать в новой весовой категории на чемпионате мира. Соперники довольно-таки серьезные. Есть и олимпийские чемпионы, призеры мира, и чемпионы Европы в этой весовой категории. Так что лидер весовой категории 97 килограммов определится 26 августа в Париже. Сборная по вольной борьбе уедет из Сочи 19 августа. Окончательный состав команды определится завтра утром. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершение информация от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники Валиденталь весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день. 17 тысяч рублей. Улица Чуйковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте. ФКТ.ком. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует.